Мы говорим с вами о миссии, мы говорим об актуальности. И сейчас где-то еще минут 30, я постараюсь дольше не держать вас. И потом, если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать. Я постараюсь ответить, мы помолимся, и на сегодня уберусь с вашей дороги. Еще один важный момент, на который я хотел обратить ваше внимание, учитывая, что у нас тут не только люди среднего возраста и молодого, но есть чуть постарше. Многие из нас знали, что такое Советский Союз. И вы знаете, что это государство, которое имело большую часть своей истории ненависть к верующим людям и ко всему, что делала церковь. Часть религиозных обществ в Советском Союзе существовала законно. Но этим обществам, этим церквям власти навязывали стереотип ограничений. Один из таких документов, вот перед вами, в 29-м году, после десятилетия свободы, пришло ограничение деятельности. И посмотрите на смыслы. Религиозные общины не имеют права заниматься никакой деятельностью, кроме удовлетворения религиозных потребностей верующих в пределах культового сооружения. Может, молодежь не поймет, идея какая? Ограничить жизнь церкви пределами дома молитвы. В 59-м году, 40 лет прошло, тот же самый смысл. Или 30. Главной задачей богослужения сейчас является не привлечение новых членов, а удовлетворение необходимых религиозных потребностей верующих. Что произошло? Советской власти удалось навязать синдром, что служение ограничивается собранием. Я читал документы в архиве, очень интересные. В 50-х годах во многих домах молитвы на выходах было написано «Иди и пред не греши». Кто-то видел такую надпись? И уполномоченный пишет, это так хорошо, что верующие такие вещи написали на дверях, потому что этот текст ориентирует не на то, что необходимо делать, а на то, что не нужно делать. Это очень важный момент для них был. Ихняя идея была какая? Пусть будут святые, пусть будут отделенные, лишь бы не были активные. И вот этот момент очень сильно повлиял на сознание верующих. Верующие стали мыслить категориями, что служение ограничивается собранием. И вот у нас на Днепропетровщине мы уже 20 лет повторяем в конце каждого собрания. Наше собрание закончилось, а служение только начинает. И если бы в 50-е годы на выходах в церкви писали «Не иди и пред не греши», а написали «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», то там эти уполномоченные, они бы первые там были и сказали «Напиши, иди и больше не греши». Или если бы тогда написали над дверями «Наше собрание закончилось, а служение только начинается», потому что для Бога важны не столько наши воскресенья, сколько наши понедельники и вторники. Именно там мы являем Христа миру, именно там мы реализуем то, что мы услышали в воскресенье. Если раньше мы говорили, что мы среди недели готовимся к воскресенью, то сегодня мы говорим, что мы в воскресенье готовимся к будням. Это другой подход. Собрание – это момент оснащения, чтобы там явить Христа миру. И когда мы смотрим таким образом, мы осознаем, что, к сожалению, советской власти удалось повлиять на целое поколение верующих. Не на всех, слава Богу, но на многих, которые ограничились стенами молитвенного дома. Которые сказали, здесь наше служение, здесь мы такие, там мы такие. Тут еще православный контекст очень повлиял. Я видел раз в жизни такую ужасную картину. Мужик с сигаретой идет в православную церковь. Дошел до храма. Папироса еще большая. Выбрасывать не хочет. Это реалии другие. Он потушил папиросу и положил на подоконник с другой стороны. Он зашел в православный храм. Он сделал все по канону. Он вышел из храма. И вы думаете, он забыл эту папиросу, которая там лежала на подоконнике. Он взял снова этот бычок, зажег и пошел. Почему он так поступает? Потому что у него мир разделен. Есть намоленное пространство, то есть храм, а есть все остальное. Там я один, а там я другой. Ивангельский подход подразумевает, что Бог наполняет все во всем. Он не только присутствует здесь. Его не интересует место поклонения, его интересует состояние поклонников. И когда мы говорим об этом, мы понимаем, что советской власти удалось вложить в глаза людей, что вместо поклонения, вот там поклоняйтесь, а там, пожалуйста, будьте пассивны. Там будьте гражданами советской родины. Никаких социальных, духовных и других проектов ваших там не надо. И, к сожалению, целое поколение, когда в конце 80-х пришла свобода, я четко помню, мой дедушка лежит на кровати, а мой папа собирается на первую евангелизацию. И мой дедушка говорит, сын, ну куда ты сбираешься? Кажет, едем на евангелизацию, 88-й год. Он говорит, какая евангелизация? Там вас КГБшники будут вычислять и арестовывать. И вообще, говорит, в Библии написано, спасутся все, предуставленные к вечной жизни. А если они не предуставлены, хоть спасай, хоть не спасай. И это дедушка, который в 50-е, 60-е творил великие дела во имя Господа. Но эпоха поменялась, мышление не поменялось. И уже люди, которые в свое время на самом деле были позитивно влиятельны, теперь произошел момент, в том числе и из-за советской власти, который привел к тому, что наша задача сохранить веру, а не распространить веру. Друзья, если я говорю о личной святости, только я эгоист. Я думаю о своем спасении. А нас, девиз, четыре слова. Спасся сам, спасай другого. И вот от этого давайте посмотрим на основные понятия, которые мы будем использовать. Первое понятие мы уже прояснили. Слово «миссия» происходит от латинского слова «миттеры» – посылатели, быть послан. В 20-м веке в богословии пришло осознание, что миссия – это прежде всего Божье дело, а мы принимаем участие в том, что Он уже делает. Не Бог помогает нам делать что-то, а мы помогаем Богу делать то, что Он уже давно делает. Это очень важный момент. Бог вершит эту работу. Если ты не пойдешь, Он найдет другого, потому что Он в этом заинтересован. Мы рассматриваем миссию как дело Бога, а не просто как дело церкви. Это Бог послал единственного Сына Своего, послал, то есть сделал миссионеров, посылателей быть посланным. Он отдал Своего Сына ради нас. Он думал об этом, Он сделал это, и сегодня Он посылает церковь, но прежде всего это Его дело. Поэтому мы рабы ничего не стоящие. Мы делаем то, что мы должны сделать. Мы помогаем Богу в том, что Он давно делает. И если мы не будем этого делать, Он все равно это будет совершать. И Он найдет осилицу, Он найдет камни, которые будут вопиять, Он найдет каких-то других людей на Маргинесе. Если ты и я, мы не пойдем, у Него будут другие каналы. Но где ты и я будем? Что мы в конце жизни скажем? Рано вставали, поздно просиживали, ели хлеб печали. Друзья, если уже рано вставать, то для великих целей. Если поздно просиживать, то чтобы Господь прославился. Если сегодня есть хлеб печали, то чтобы вкушать завтра опресноке радости. Иначе мы можем услышать слово напрасно. Это его дело. Есть такая дисциплина, которая называется миссиология. Это часть христианской теологии, которая рассматривает мир через призму его присоединения к христианской вере. И отсюда еще один важный момент. Христианская вера по своей сути миссионерская, потому что она подразумевает обращение ко всем народам. Я уже начал говорить вот эту мысль. Бога не интересует место поклонения. В книге «Деяния апостолов» эта тема очень сильно развивается. Тема, которая говорит о том, что Бог наполняет все во всем. Мы его не можем ограничить горой Геразим, храмом в Иерусалиме. Мы его не можем ограничить каким-то домом молитвы. Это еще Соломон уразумел. Говорит, небо и небеса небес не вмещают тебя. Тем более дом, который я построил для тебя, он не может тебя вместить. Христианская вера миссионерская. Кто-то помнит историю, когда Бог сказал Филиппу пойти на пустую дорогу, и там он встретил Евнуха, который ехал на колеснице. И после того, как Евнух принял крещение, написано, что Евнух продолжал путь и продолжал как? Кто из вас помнит? Радуясь. Это удивительно. Удивительно почему? Потому что раньше, в Ветхом Завете, люди радовались, когда шли в Иерусалим. Такие псалтереи, псалмы, называются «Песь восхождения». Иерусалим находится сверху. Когда паломники туда шли наверх, они радовались. Но когда они шли из Иерусалима, они радоваться не могли, потому что считалось, что Иерусалим – это место присутствия Божьего. Храм – это средоточие его присутствия. И там даже такая притча есть о человеке, который шел из Иерусалима и в Ерихон, и на него напали разбойники. Если бы он шел из Иерихона в Иерусалим, на него бы никто не напал. Но теперь Евнух идет на юг, как один проповедник на Ровенщине проповедовал, говорит, и поехало Слово Божие в Африку. И когда Слово Божие ехало, оно ехало от Иерусалима. Но при этом парадокс, что нам говорит Лука, автор «Деяния апостолов»? Он говорит о том, что, оказывается, наступает новозаветная реальность. Он едет от Иерусалима и при этом радуется. Даже на Аляске можно радоваться. Даже на краю земли можно радоваться, потому что приходит новая реальность. Мы его не можем сосредоточить в одном месте. Мы не можем его связать одним днем недели. Он не только Бог Иерусалима, он Бог всего мира. Он не только Господин Субботы, Он еще Господин понедельника, вторника, среды и всех других дней. Поэтому ни в пространстве, ни в календаре мы нашего Бога связать не можем. Христианская вера предполагает обращение ко всем народам. И поэтому по своей сути она миссионерская. Еще один важный момент – мир. Что такое мир? Это среда, в которой пребывает Церковь. Церковь находится в мире, но не от мира. Задача Церкви – не спасение от мира, а спасение мира. Фактически в прошлом как бы была главная идея, что надо спасаться от мира. Мы понимаем, что слово «мир» имеет как минимум четыре значения в Библии. И когда мы говорим не спасение от мира, а спасение мира, мы понимаем, что наша задача не эвакуироваться отсюда, наша задача, как один проповедник писал, захватить с собой еще кого-то. И если мы увидели и поняли, к чему наше предназначение, мы будем стараться спасать этот мир. Еще одно понятие – это евангелизация. Наверняка мы знаем, что это такое. По большому счету, это часть миссии. Это словесное или вербальное свидетельство о спасении во Христе тем, кто Ему не верит, призыв к Ним покаяться и обратиться. Но прежде чем мы будем говорить, мы сначала должны с людьми развить отношения. Поэтому евангелизация – это только маленькая часть миссии. Мы сказали раньше о том, что люди сегодня принимают весть только от того, кому доверяют. А чтобы войти к доверию, надо развивать отношения. Поэтому прежде чем мы что-то скажем, нам надо жить по-христиански. Оказывается, весть намного легче провозгласить, чем воплотить. Воплощение вести, то есть ежедневная практика христианской жизни, требует намного больше христианских кондиций, чем просто подготовиться и сказать хороший спич. Оказывается, спич сказать можно, а прожить согласно этому спич не всегда просто. И это требует особых духовных кондиций. Есть такое понятие, как миссии. Это миссионерские организации, которые создаются церковью для того, чтобы в определенном месте, в определенное время совершать Божью миссию с большой буквы. И есть еще несколько понятий, вот два последних понятия. Что такое миссия церкви? Это способ самоосознания христианами своего предназначения. То есть, как христиане осознают себя. Это определяет мое отношение к миру. Это определяет мое отношение к Богу и к другим верующим. Вы знаете, когда я пришел вот к этому пониманию, мое отношение к людям поменялось. Раньше я был такой немножко грубоват. И я вспоминаю мои первые вот эти месседжи для неверующих. Я учился в университете. Учился в университете. В моей группе на историческом факультете курило два парня и шесть девушек. И я думал, как же этих девушек к Богу обратить? И я подходил к ним и говорил, слушай, ты и так страшная, еще с сигаретой. И она так смущалась, эта девушка, и у меня не вышла никакой евангелизации. Потом я помню такой сюжет, может кто-то из вас помнит на постсоветских странах, там рекламируют сигареты. Это я говорю, как есть. В такой кепке идет какого-то там Мальборо, одетая такая, и подходит и говорит, вы курите? Если ты говоришь нет, она не имеет права общаться с тобой. Если ты говоришь да, она предлагает твою сигарету. И вот они рекламируют вот эти вещи. Я помню, одна девушка в Днепре такая в Мальборо подошла ко мне в кепке, в какой-то футболке. Говорит, вы курите? Я говорю, вы что девушка? Я что, схожий на дебилочи. Я думал, что я смогу таким методом каким-то образом сказать, что я христианин и что тебе на самом деле надо уверовать. А потом я понял, что способ самоосознания христианами своего предназначения определяет мое отношение к миру, как я должен относиться к этому. И потом я прочитал хорошую фразу. мы должны больше питать сочувствия, нежели ненависти к тем, которые и так несчастны из-за своего невежества. Больше сочувствия, нежели ненависти питать к тем, которые и так несчастны. Тебя машина подрезала на дороге, ты можешь отреагировать разными способами. Можешь сказать, вот козел. В моей церкви говорили, что значит, ты не знаешь еще Иисуса Христа, если ты так говоришь. Ты можешь догонять его и пытаться как-то его подрезать. Но на самом деле, если это произошло, надо питать больше сочувствия, нежели ненависть. В Америке говорят, что когда Кадиллак выходит из завода, за его рулем уже сидит афроамериканец. И это не случайно. Всегда есть попытка компенсировать какие-то вещи. но как христиане мы не имеем права унижать. И это уже придет позже. Когда ты осознаешь свое предназначение, это определит твое отношение к миру. Ты будешь смотреть на них не как на людей, которые тебе какое-то там зло делают или вот так поступают. Ты смотришь на них, как на грешников, которые нуждаются в спасении. И знаете, я смотрел на Иисуса. Прежде чем Он что-то делал внешне, у Него было особое внутреннее состояние. Когда Он исцелил глухого, написано, что Он умилосердился. Когда Он исцелил другого больного, слепого, написано, что Он жалился. Возле гроба Лазаря, помните, что Иисус сделал? Прослезился. Внешнему действию Иисуса, внешнее действие Иисуса предваряло особое внутреннее состояние Иисуса. Бога не так интересует, что ты делаешь, Его интересует, почему ты это делаешь. И когда приходит это осознание, ты по-другому относишься. Это определяет твое отношение к миру. Дальше ты смотришь на Бога, ты понимаешь, что это Бог, который является источником миссионерства. Он хочет, чтобы все люди спаслись. И знаешь, у тебя даже есть о чем молиться тогда. Так кажется, и молитвы нет. Но как только ты взялся заниматься миссией, вот мы сейчас там спасаем с женой с Божьей помощью нашего тестя и тещи. Мы все сказали им о Боге, как нам кажется, а теперь пришло время говорить Богу о них. Было время, когда мы говорили им о Боге, но мы же их не спасаем, спасает их Иисус. Поэтому, когда мы сказали, мы должны жить согласно этой вести, и сейчас я Богу говорю о тещи. О тещи это опасное существо. У нас на востоке Украины говорят, что песня «Если пришла беда, кто вам скажите поможет?» Это песня о тещи. Но сейчас Бог благословляет, моя теща уже ходит в церковь, и мы усиливаем, у нас есть о чем молиться с женой. Почему? Потому что еще не спасенный. Бог источник спасения. К Богу наши отношения меняются. Отношения к другим верующим. Это не просто попутчики, которые с нами идут в Царство Небесное. Обычно мы изображаем, что другие верующие это мои попутчики в Царство Небесное. На самом деле это сотрудники, соработники. Это пазлы, без которых картина нашей церкви не выглядела бы таким образом. И когда мы понимаем, что другой мой соработник, когда ты понимаешь, как этот автогонщик говорил, что когда мой штурман говорит «поворачивай направо», и я при этом ничего не вижу, но я ему настолько доверяю, что я поворачиваю направо. И вот это отношение в Церкви, ты понимаешь, что это соработники, и мы в одной команде. Еще одно определение миссии Церкви это участие верующих в Божьих делах в мире. Бог делает определенные дела в мире, мы участвуем в этих делах, это способ соприкосновения Церкви к Богу и к миру. Бог прикасается к миру и к Церкви через Свою миссию. Он соединяет Церковь и мир для того, чтобы Церковь, она пошла в мир, будучи, по сути, не от мира, и она могла спасти людей, которые окружают нас. Этот вопрос, друзья, очень важный, потому что тогда Церковь приобретает свое полноценное настоящее предназначение. Это наши основные понятия. Конечно, по этому поводу можно много чего почитать на русском, на английском, на других языках. Вот некоторые ресурсы. Я говорил вначале, что моя задача не рассказать вам все, а больше подтолкнуть вас к размышлению, к тому, чтобы вы почитали долгими вечерами на Аляске. Что делать? Мой отец всегда говорил у богатых книги, у бедных телевизоров. И у нас всегда книг было много, поэтому некоторые из книг. Прекрасная книга Дэвида Боша, профессора Южноафриканского университета, долголетнего миссионера, к сожалению, уже покойного, который называется «Преобразование миссионерства». Он показывает, как миссионерство на протяжении двух тысяч лет преобразовалось. Следующая книга «Миссия Бога» Кристофера Райта, которая описывает о том, как миссия развивается в истории и как миссия развивается в Библии. Очень интересная книга Лесли Ньюбигена называется «Раскрытие тайны», введение в теологию миссии. Этот англиканский миссионер предлагает нам говорить о миссии как о утверждении господства Христа, то, что мы говорили сегодня в начале. Потрясающая книга «Культурная антропология помощь служителю Евангелия». Моя жена забирала эту книгу шесть раз у меня для того, чтобы наконец-то я занялся домашними делами, но пока я эту книгу не дочитал, я не отдал ей эту книгу и не занялся домашними делами. Книга просто завораживает с первой страницы. Очень интересный сюжет. Этот Пол Хиберт был миссионером в Индии уже семь лет, когда они ставили рождественскую постановку. С этого начинается эта книга. И когда они ставили рождественскую постановку, все было так хорошо в постановке, Пол Хиберт говорит, там был Мария, там был Иосиф, там был Иисус, потом пастухи пришли, мудрецы, Ира там пытался этому всему препятствовать. И говорит, когда уже постановка подходила к концу, я готов уже был похлопать. И тут, говорит, все пошло не туда. Вдруг на сцене появляется Санта-Клаус с мешком, с подарками. Он начинает приветствовать Марию, Иосифа. Он начинает качать Иисуса на руках, давать Ему подарки. И он говорит, я подумал, все катится не туда. И потом, говорит, меня мысль посетила, это было в Индии. Он говорит, а Санта-Клаус, это индусский герой культуры и общества? Или это все-таки американский? И второй вопрос, говорит, а какое им Христа проповедовал? Какое им Рождество проповедовал? Какое Рождество они приняли? в евангельском повествовании? Или уже с моих уст? И из-за того, что мы американцы, они приняли Рождество уже с этим антуражем, с этими декорациями, с этими наслоениями многих вещей, которые уже приняты в культуре. И это заставляет его глубоко переосмыслить, где, собственно, евангельская весть, а где то, что одевается в культуру. Что может адаптировано быть в культуре, а что нельзя адаптировать. Он размышляет об очень интересных вещах, включая такую вещь, когда он проповедует и читает текст фарисеи и мытарь, зашли в храм помолиться, и он читает, мытарь же, бия себя в грудь, сказал, будь милостив ко мне грешнику. И говорит, когда я начал это читать, люди начали кричать, смерть мытарю. Я, говорит, ничего не могу понять, я им объясняю, что мытарь пошел более оправданный в дом свой, написано Лукой, а они дальше кричат. А потом, говорит, я обнаружил, что в этой культуре человек, который кается, он не бьет себя этим кулаком в грудь, он бьет себя, должен бить кулаком в голову. А человек, который бьет себя в груды, это гордый человек. И говорит, а если еще будучи гордым человеком, он еще говорит, будь милостив ко мне грешнику, он еще и лицемер. Потому что его жест не соответствует его словам. И это заставляет его подумать над вопросом, а как же историю о фарисее и мытаре проповедовать в культуре, в которой смиряющийся человек бьет себя кулаком в голову, а не в грудь. И таких историй, таких всяких нюансов он поднимает очень много. Потрясающая книга. Есть очень интересный человек со славянского контекста, это сам немец Йоханнес Раймер, автор многих книг, он себя называет харизматствующий баптидесятник, он выходит с баптизма, который пережил духовный опыт крещения Духом Святым. Он написал книгу «Мир в абиатиях Бога». Он в Германии открыл семь очень интересных церквей, миссиональных, и вот этот опыт он излагает в этой книге. Есть пятидесятническая теология «История миссии». Вот книга Азуза «Стрит. Миссия и пробуждение» Ассесила Робыка, она на английском и на русском языке посвящена столетию миссионерского пробуждения на Азуза, и там вы можете найти очень интересные сводки о миссионерстве с Азуза. На минуточку, друзья, за два года после пробуждения в Лос-Анджелесе с 1906 по восьмой год или во время пробуждения миссионеры с Азуза поедут в 52 страны мира. У них не было денег, у них не было ресурсов, самолеты тогда не летали, но они понимали, если ты этот опыт пережил, ты не можешь жить прежней жизнью. 52 страны мира были охвачены за два года пробуждения на Азуза миссионерами с Азуза. Выглядело все очень интересно. Если вы приходили к лидеру пробуждения Уильяму Сеймуру садились в церковь в очередное воскресенье, он говорил, ты пережил этот опыт? Он говорит, да. Почему ты до сих пор здесь сидишь? Ты должен начинать новое служение, ты должен открывать новую церковь, ты должен идти до края земли. И его фраза количество крещенных святым духом и количество миссионеров должно быть одинаковым. Потому что это миссиональный опыт, это миссионерский опыт. А если ты этот опыт пережил, но при этом не стал миссионером, он говорит, или тебя не научили, или опыт у тебя не был тот. И как раз об этом пишет Сесил Робок. Есть посложнее книжки, не буду вам представлять, этого человека вы знаете, он не так давно тут преподавал, он исследует вопросы, связанные с современным мировоззрением и ответом церкви на это мировоззрение, роман Соловий. И есть еще славянский библейский комментарий, очень интересный комментарий на все писание, написанный авторами с Восточной Европы, который тоже поднимает частично вот эти вопросы, о которых мы с вами говорим. Итак, друзья, мы говорим об актуальности, мы проговорили основные термины и некоторую литературу. Завтра, если Господь позволит, мы будем говорить о миссиональном взгляде на Писание, что такое миссия в Ветхом Завете очень кратко, как развивалась новозаветняя миссия и какие секреты были в Первоапостольской Церкви. Потом мы посмотрим коротко на четыре модели, которые выработала церковь по отношению к миру на протяжении двадцати веков и придем к тому, как мы сегодня можем быть эффективны в миссии, что нам для этого надо, и мы сразу обговорим это с больше такой теологической стороны, а затем подробно поговорим об этом практически, потому что это очень важно, как практически это совершать в нашем контексте. На основании сдвига в миссионерстве я буду использовать Карла Барта подход, который говорит, мы в правой руке должны держать Библию, а в левой сегодняшнюю газету, это он говорил в 60-х годах 20-го века, и думать, как вечные принципы Писания перенести на изменчивость жизни. Вот еще раз вот эта фраза. Мы должны в правой руке держать Библию, в левой сегодняшнюю газету и думать, как вечные истины Писания перенести на изменчивость жизни. Ну, сегодня мы уже не держим газету, мы держим новости, поэтому один молодой человек мне говорит, я бы перефразировал Карла Барта, я бы сказал, в правой руке держать Библию, а в левой руке айфон, и думать, как вечные принципы Писания перенести на изменчивость жизни. А второй человек говорит, не, не так. В правой руке держать айфон, где открыта Библия, и в левой руке держать другой айфон, где есть ньюс, и думать, как вот эти радостные вести из Библии переносить на нерадостные вести, которые в руке, в левой руке, ну, желательно в левой руке держать вот этот айфон, где новости. Понимаете, друзья, мы, как христиане, насколько верим в неизменность Божьего Слова, что иногда мы не замечаем, насколько изменчива жизнь. Одна из наших проблем, мы пытаемся ответить на вчерашние вопросы. Мы не мониторим ситуацию, нам кажется, что это актуально, а эти вопросы мир уже не задает там 20 лет. И вот эта неактуальность делает церковь несвежей по отношению к этим людям. И завтра мы будем говорить, как все-таки быть в этом смысле адекватным, быть тем, кто отвечает и отвечает соответственно тому запросу, который есть. И, конечно, Христос для нас в этом самый лучший пример. Он для нас и нашего спасения с неба.